Всем привет, я новый Юра Волков, и сегодня у нас в ролике Да я шучу, братцы, блять, с вами снова я, нихуя себе Да А то, что без носков видно? Дай мне носки, пожалуйста Не, да не видно Ну все равно да Да какая разница? Что-то на носках что-то без Большая, типа солидная Бабки на носки имею Да нахуй мне новые Ебаная нитка, она брачнее, чем сами носки В общем, братцы, всем салам Всем такой непривычный салам И как вы видите, видео начинается не в машине Не в гараже, не на помойке Не где-то еще Просто у меня на кровати, блять Или это диван? На кровати, значит В общем, братцы, это видео будет немного отличаться от остальных Хотя у меня было похожее видео с рассказом Потому что я вам что-то рассказываю Когда меня посадили за тонировку В этом видео меня пока никуда не посадили Вот, сейчас вкратце расскажу вам Что будет в этом видео Как вы все поняли по названию Я на семерке попал в ДТП Уже мне весь, все директы везде, где угодно Забили, типа давай быстрее выкладывай Видео, блять-то, то, все Вот, я не выкладывал не по своей воле Просто я хотел дождаться конца дела Чтоб дело завершилось В общем, дело еще не закончилось Но я решил уже не затягивать Заебался сам Уже хочу скорее выложить В общем, сейчас будете все смотреть В этом видео будет предыстория Само видео Все, что как произошло Все увидите сами своими глазами И в конце Вся история Чем это сейчас все обернулось Что, в общем, сейчас происходит в моей жизни В общем, братцы Дело было так Все вы знаете, да Что я купил семерку Что я ее купил для того Чтобы исполнять там Всякие там Пеские движения Нихоя себе Там потрифтить Позаходить боком в поворот И посредать хуйню его А я не как дебил выгляжу То, что я так сижу Как я купил семерку Вы все знаете Что я ждал дождя В прошлом видео Каком-то там Из прошлых видео Я говорил, да Что я жду дождя Чтобы боком Повылетать Поисполнять На мокром асфальте На семаке Был обычный день Я проснулся здесь Вот так встал Посмотрел вот в это окно За окном была просто жара Прямо, ну реально Лето там было Двадцать с чем-то градусов Просто вот, ну, жарища Я думаю Ну, я даже ничего не думал Просто я посмотрел в окно Там жара Я, короче, похавал Пошел купаться Купаюсь я такой, значит Купаюсь Бах, короче Залетает в Соня В ванну ко мне И говорит Ебать, говорит Там дождь пошел Я говорю В смысле, и что, блядь Там, ну, дождь, говорит Блядь, пошел Ты же типа ждал дождя Там, типа, дорога, говорит, мокрая Я такой, типа, ебать Такой, думаю, ну, охуительно Короче, мне уже звонят Ким, ты ебать Поехали Волков валить дождь Пошел, о, блядь Директ взрывается И в историях отмечают Волков Пошел дождь, блядь Ебаны в рот, блядь Я ж такой, ебать Думаю Нихуя себе В общем, все, что было дальше Сейчас вы смотрите Все, что дальше было Все, как было запланировано Начало видоса, как вы поняли Должно было быть не таким Вот Все сейчас смотрите От начала до конца Смотрите до ДТП Смотрите само ДТП И дальше Я буду вам рассказывать Что произошло Как это сейчас Все перекручивают В общем, все Всю ситуацию вам Всю расскажу, объясню Вот Сейчас давайте Смотрите Какой должен был быть видос Еб твою, а дождь, блядь Быстрее, мгайся Блядь, открывайся Еб твою Да ну нахуй Я дождался, блядь Ебать Ебать Спасибо тебе Короче, братцы Всем само Лексус Я думаю Вам не надо Разнесня Разнес Блядь Разнес Да еб твою мать Блядь Кассета из-за нее Вам не нужно Разнес Да ебанное слово Блядь Короче, блядь Вы знаете Что сейчас будет происходить Нихуя себе Но Хуй его знает Сразу скажу Не ждите там Пиздец Оперской езды Братцы Я сейчас буду просто А я проебал эту хуйню Которая на голову одевается Короче, похуй на еду Я сейчас буду просто Тренироваться Я тоже дрифтил На заднем приводе Хуй его там На пальцах пересчитать Просто ешь Блядь Дай прокатиться Блядь Хуяк на первый газ Полтал Ее чуть закинул А подписался на все паблики Дрифт моя жизнь Бля Вот Поэтому я сразу скажу Я нихуя не умею У меня прав нет Сука, надо в гараж А я ключ от горжа не взял Короче, сегодня будем без прав Блядь Я ебал Это все, бля Мне похуй Я не могу уже ждать Эту всю хуйню Куда-нибудь закидываем сюда Бля Все с карманов вытаскиваем Чтоб нам ничего не мешало Раздеваемся Нахуй Чтоб вот так вот Шата, блядь Нахуй делать В общем, блядь Куда ты так газуешь Ебаный подсос, блядь Прогреваем наш двигатель Башка мокрая Я только с ванной вышел Ко мне в ванну Соня заходит Говорит Дождь Дождь, блядь Я ебту Я даже Едя для душа Не смыл, блядь Вылетел нахуй Все, что попало От дела Мне вообще похуй В общем, братцы Сейчас буду я Вместе с вами Тренироваться Я нашел эту хуйню Вот же она хуйня Виталий, как у меня Ахути Блокеры Нихуя живут, блядь У нее На изоленте чисто, блядь Чисто владелец Симака, блядь Я не знаю Что сегодня будет, блядь Просто Пошел дождь Я вообще Ничего не планировал Никуда ехать Никуда идти Далеко у меня сигнал Сейчас выезжаем И посмотрим На что способна Семерка, блядь Бодрая На бензине На мокром асфальте, блядь Просто буду Буду, блядь Делать испытания Сам для себя Потому что я сам не знаю Что она может Давайте включим габариты Будем хуярить на габаритах Нихуя себе Попробуем сегодня Не разложиться Попробуем просто Пораздавать Постраясь что-нибудь Из этого выжать Все-таки Блядь Все-таки Сколько я мечтал Купить джигуни Для того, чтобы Блядь Сука Она стояла Во дворе Блядь Кстати, смотрите Как я паркуюсь Блядь Ты че, мразь Кто? Че за хуйня, блядь Эээ Откройте мне, блядь А, тут это Ах ты, сука Ёбаный в рот, блядь Выпускать даже не хотела А если б машина загорелась Вот так я паркуюсь С разгончика, блядь С кайфом Кто не видел Мой симак Посмотрите Че за целка Ёбаный ствол Фары отполированы Целки, блядь Что это за ебанутая машина Надо сейчас перекачать Кстати, заехать колеса Это что такое? А, это грязь какая-то Кто не приделать? Сейчас поедем, кстати Перекачаем колеса Нахуй Чтобы все охуели И все, братцы Все Короче, врубаем заднюю, блядь И с кайфом Ора Бойся, блядь Ох, ёбаный Что-то кидает, блядь Не останавливаясь Чисто, блядь Ты че там в сигнале, шоу? Блядь Вот не ебанько подай патрон, блядь Давай, уходи отсюда, блядь Так, магазин открытый Я хочу купить себе энергетик Чтобы, блядь Все охуели Ебать ее кидают, блядь Блядь, в последнее время Энергетики я не пью Потому что я, блядь У меня сердце вот так вот Нахуй стучит Блядь, а куда мне потом его ставить? Короче, чуть позже его попью, нахуй Чтобы, блядь Исполнять нужна энергия, блядь Для этого я взял себе Эн... Ох, ёб твою, блядь Отвлекся в моменте, блядь Так, нормально видно все? Бля, надо чуть-чуть, наверное, левее Само-Лексус, блядь О, бардачок, Ора, ты че, блядь Ёбаный в рот, блядь Не выёбуйся, блядь Так... Ох, ебать мой, хуй ты че, Ора Стой, блядь Ебать, блядь Кто у меня в багажнике? Ебать, че щас будет? Стоять! Блядь, надо... Надо думать о том, что если она, блядь, как ебанутая Не управляется и дрифтит То она нихуя не тормозит, блядь Так, сейчас все раз убедюсь Что все нормально снимает Все, с кайфом Сейчас тихо сделаем музыку Чтобы она играла для меня, но вы ее не слышали, блядь Потому что заебут эти авторские права Так, блядь Ох, машины едут Ёбаный в рот, блядь Машины, подождите, блядь Я долбою, куда-то Ебать Круг Круг, мразь, ты че, нахуй? Ты че тут такой круглый, блядь? Ща, блядь Ёб твою мать! Я тревчу! Ебать! Стой, блядь Так, ща чуть машины разгоним Вы долбоёбы, блядь! Блядь, и они долбоёбы Блядь, но они меня бесят Просто я еще не уверенный, долбоёб И меня может развернуть Поэтому лучше я Как дебил покручусь чуть-чуть Блядь, ну потеет, пиздец Ебать! Ща, блядь! Ёб твою мать! Э, скутер, блядь, ты долбоёб, дождь идет Ты куда, блядь, ора? Блядь, вторую не попал Да ну нахуй! Ебать! Тупой осел, сука! У меня главное! Как они меня бесят! Ну они не видят, симак хуярит Сука, да я бы, блядь Я бы развернулся бы и уехал Нахуй, лишь бы не въебался Они тупые, блядь! У меня страховки нету, оу! Вы че такие смелые, блядь? Блядь, да куда нахуй? Ой, стой, блядь! Главное, чтоб пузыров не было, блядь Так, надо, короче, газом как-то регулировать, блядь Да ёб твою мать! Ща мы изнасилуем этот круг, блядь Я его все ебал Ооо, блядь! Че? Короче, я ебал этот круг Поехали в город, нахуй Блядь, я бы еще что-нибудь в зеркало бы видел Было бы вообще отлично, блядь Так, арабский дрифт пока делать не буду Потому что видео надо хотя бы снять Потом уже хотя бы чуть-чуть машину разложить Ух, ёб твою мать! Сюм Блядь, багажник вахуй там, блядь. Короче, ора. Я его все ебал, давайте тут еще раз развернемся. Блядь, ну его нахуй, смотрите на тормоза. Им вообще похуй. Кто ты такой, блядь? Оху-ху, блядь, заглохло. Да нахуй. Ох, ебать мой хуй, стой. Ёбаный ствол. Обратите внимание, что я страдаю, ну, хуйней, да, так сказать, блядь. Не создавая помех никому, да. Просто пропускаю машины все нормально, вот, ну, спокойно пропускаю машины. Увожу машину в занос, кручусь только на пустой дороге. Грубо говоря, опасность ни для кого не создаю, кроме себя. Так, давай чуть машине дадим остынуть. А может и не дадим. Смотрите. Блядь, только правое колесо буксует, как я устал так. Мы в бункере, нам похуй. О, блядь, сука. О, камера заляпалась, блядь. Я на физкультуре так не уставал, блядь. Так. Сейчас будем думать, куда мы поедем, блядь. Похуй, я все ебал прям. Сзади BMW, слева Vesta, не во мне. Кого ебет, блядь? Что у меня нет страховки. Да хотя нет, ну его нахуй. Хотя нет, ну его... Ё-ху, блядь, сука. Ебать. Ёб твою мать. Это пизда, блядь. Охуйтельный видос, пацаны, получился. Блядь, подписываемся на канал, ставим лайки. Это пизда. Это пизда, орох. Это пизда. Я страховку не сделал, блядь. Пацаны, это пиздец просто. Я, блядь, я в сути, нахуй, блядь. Надо, наверное, мне расклеиться. Блядь, главное, чтобы я никто не въебался. Потому что это еще страшнее, блядь. Надо сториз хуярить. Это пиздец. Почему именно BMW? Почему не шаха какая-нибудь? Ёб твою мать. Почему не Веста, блядь? Это пиздец. Это пиздец. Дрифт моя жизнь, блядь. Э, не сбейте меня, ну вас нахуй. Я так охуел, блядь. Я не знаю просто, как это описать. Сейчас вот вы это все увидели. Каждый человек видит картинку по-разному. Кто-то увидел здесь мою вину, наверное, я не знаю. Кто-то увидел вину BMW, кто-то увидел еще что-то. Каждый как бы видит по-разному. Я сейчас расскажу свои чувства, свои эмоции. Что я вообще, что я в этот момент думал, что ощущал, блядь. Вот. Я стою на светофоре вторым. Сзади меня это BMW стоит. Я, честно, не хотел. Я не уверенно, как вы видели, я не уверенно держу эту машину в заносе. Ну, я, блядь, у меня опыта вообще нет никакого ноля. Я первый раз выехал полноценно исполнять боком на стоковой семерке без заварки, без выворота. Просто, ну, блядь, я не уверен в себе, когда даю боком на ней. Прям далеко не уверен. Просто без меня попутал. Просто я думаю, да похуй, зайду боком. Короче, я кидаю вторую, захожу боком. Смотрите, как я все это видел, не смотрев видео. Человек, ну, я думаю, кто исполняет, тот меня поймет. Человек, когда исполняет, он уходится в состоянии такого состояния аффекта на адреналине. И он не обращает внимания. Он думает о том, как бы машину не развернуло, как бы не въебаться в соседнюю машину. Он не обращает внимания, в какой он полосе. Просто он смотрит вокруг, чтобы ни в кого не въебаться, чтобы машина не развернула. За этим он следит. Он не следит, в какой он полосе. Не следит, там, включил ли он поворотник. В общем, поняли, за такими мелочами не следит. Вот и я, я захожу в поворот боком, как у меня в голове все произошло. Как я это все увидел своими глазами, всю эту картину. Я хуярю, выезжая в самую-самую крайнюю левую полосу. И начинаю туда-сюда, ну, так зашел в поворот, получается, боком. И начинаю, ну, грубо говоря, арабский дизайн, я не знаю. Ну, в общем, вилять жопой. Я вот так вот начинаю вилять жопой в левой полосе. Справа от меня едет БМВ. И я с левой полосы, это я так видел глазами изначально. И я, типа, по левой полосе, и мою жопу кидают в правую. А справа у меня едет, типа, БМВ. И я своим правым углом бью ее в морду, и из-за этого меня разворачивает, короче. Ну, и все случилось, как случилось. У меня в голове, да, что я с левой полосы сам перепрыгнул в правую боком. И ударился о БМВ, которая просто ехала прямо, никого не трогала, да. Я выхожу с машины. Я понимаю, что я виноват. Я, как бы, вообще, блядь, никаких разговоров не было. Я не хотел там сказать, ты че, не видишь, да я там исполняю, да я, ебать мой, хуй. Я просто вышел, я говорю, блядь, хуй его знает, вот. Ничего не скрывал вообще. Как бы, я свою вину полностью признал. Я, как бы, еще, в чем вообще плюс этого ДТП еще есть, то, что я проверил сам себя. Я вот всегда вам говорю, да, там, типа, отвечайте за свои поступки, помогайте людям. Ну, исполнять вы исполняете, но в любой момент, абсолютно у любого человека может произойти ДТП по его вине. Потому что, когда ты исполняешь, ты не можешь контролировать ситуацию полностью. И я всегда сам себе говорил, то, что если вдруг какая-то ситуация случится, не выебываться, не пытаться там отмазаться, что-то замутить. Всегда нужно отвечать за свои поступки. И вот в этот момент я, короче, убедился в том, что я могу ответить за свои поступки. И я не начал против кого не говорить, типа, ты что, не видишь, как я еду, блядь, не мог бы так. Я признал свою вину, сказал, блядь, я виноват. Но в тот же момент я так в себе разочаровался, блядь. Просто понимаете, я уверен в себе. Когда я еду за рулем, я уверен в себе. Я пытаюсь контролировать ситуацию. Да, я же еще раз говорю, я могу попасть в ДТП по своей вине. В любой момент. Это может случиться с кем угодно. Я этого не исключаю никогда, блядь. Хоть как бы я исполнял, я всегда понимаю, что может произойти какое-либо ДТП. Серьезное или несерьезное. Как бы все, что угодно может произойти в жизни. Я всегда старался делать все аккуратно. Я думаю, ну, нормальные пацаны, нормальные люди, которые как бы тоже нет-нет балуются, они это замечают, что я стараюсь делать аккуратно, сильно не мешая никогда никому. В этот день я делал все аккуратно, в моем мнении. И я так в себе разочаровался, то, что я въебался, понимаете. Я вот в такой вот для всех, да, я исполняю аккуратно, там, я там людям не мешаю, я такой хороший, уважение на дороге, то, сё там, да, за себя так говорю иногда. Но я въебался. И у меня так грустно стало, думаю, это все, я въебался, блядь. Я уже сделал что-то неосторожное, я ошибся. Я ехал, был уверен в себе, и в этот момент я въебался. Я не ошибся, я просто был уверен в себе, и я въебался. Мне из этого было обидно, то, что ладно, если бы я отвлекся, что-то не увидел, въебался, это еще одно, это по тупости бывает. А вот я ехал уверенно и въебался, значит, я не умею ездить, вот так вот у меня, типа, вот, все, я не умею исполнять все это. Вот такая вот хуйня у меня происходила в голове. Потом ко мне приехали мои друзья, всю рассказал я историю. И они мне все говорят, типа, блядь, покажи видео, ты же снимал, покажи видео, покажи видео. Я такой думаю, ебать, а мне само интересно, блядь. Мне, если честно, стыдно, я не хотел, они меня сами попросили, я не хотел сам смотреть видео, потому что мне было стыдно, что я сделал хуйню. Мне даже перед самим собой, мне так было стыдно, что я въебался просто, это все уже. Я показываю видео по ценам, смотрю сам, и я понимаю, блядь, я смотрю вот так, и я понимаю, что все произошло вообще по-другому, не так, как я это увидел своими глазами. Я просто, я из-за своей неуверенности в себе, наверное, я сразу, да-да, я виноват. Ну, потому что я исполнял, я подумал, ну, блядь, человек не исполнял, человек исполнял, виноват тот, кто исполнял. Ну, я на себя всю вину вообще, блядь, слова никому не говорил, что, блядь, то, все, поняли. Смотрю видео и вижу то, что я еду по своей полосе, не выезжая из нее. Я сначала выехал немного на левую, и потом я все делал аккуратно в своей полосе, вообще, блядь. Ни туда, ни сюда, аккуратно именно в своей полосе. Пускай это, пускай это неправильно, потому что я ехал боком виляя. Но я ехал в своей полосе, я красиво держал машину, не создавая никакой хуйни прям опасной-опасной. И в момент, когда я уже практически выровнялся, я не знаю, я не могу сказать точно, что я выровнялся. Я уверен на 70%, что я уже выровнялся, а остальные 30%, что я немножечко-немножечко шел юзом. Она уже перестала буксовать, машина. Она не могла уже идти юзом, потому что она, блядь, на такой скорости, я жал газ в пол. И машина сзади меня в меня въебалась. Понимаете? Я жал газ в пол, и машина сзади меня в меня въебалась. Это, блядь, это как? Я понимаю, когда человек тормозит, другой человек въебается у меня в жопу. А когда я жму газ в пол, она уже перестала идти юзом, значит она уже идет на разгон. И я чувствую удар сзади. Я говорю это второму участнику ДТП, показываю это видео. Приходит, говорит, вот удар, говорит, сбоку, блядь. Я тоже, вот я не могу, вот удар сбоку, вот реально, в крыло сбоку удар, сзади, но сбоку. Фара даже не пострадала особо. Сбоку, даже бампер он сплютнул, вот так вот, волной пошел. Потому что он сбоку ударился, не вовнутрь. Я сам думаю, блядь, неужели, я просто, я запутался, блядь, неужели, что, блядь, произошло нахуй. Я не пойму нихуя, короче. Но у меня немного спало, потому что это не я въебался, а в меня въебались. Как бы там ни было, в меня въебались. Пускай я исполнял, пускай я то, но въебались в меня. В общем, происходит вот такая вот хуйня, путаница, блядь. Просто, я не знаю, я сам запутался, я не знаю, что думать. Я в состоянии, я был, когда исполнял, ну, на адреналине все это делаешь, и не можешь вспомнить детали, никак, блядь. Если б не камера у меня на башке, я бы вообще, блядь, я бы так всю жизнь бы и думал, что я в него въебался. После всего этого мы договариваемся на том, типа, давай, блядь, замутим обоюдно. Ну, у меня на семерку, ну, грубо говоря, похуй, да, я за эту вмятину, мне вообще, блядь, вмятины больше, вмятины меньше, как бы я для этого ее и взял. У человека есть каска, понимаете, да, что такое каска? В похуй, виноват или не виноват, тебе машину починят. У меня нет страховки, нихуя. Точнее, я ехал, если честно, я ехал вписываться в страховку, просто меня не вписали по каким-то страховым причинам, блядь. После этого видео я думаю, похуй, я считаю себя правым, честно, на 95% я считаю себя правым, блядь. Чисто по-людски, но, все вы знаете, да, в законах бывают там всякие, там, эти, но я все равно ехал не особо ровно изначально, блядь, и в конце, возможно, не особо ровно. Я сомневался удар сбоку, я сомневался в том, ну, я думаю, ну, может, реально так все случилось, блядь. Ну, я не понимаю, как можно въебаться, блядь, так тупо, понимаете, блядь, в ехать в жопу машине, которая не тормозила, блядь, это пиздец просто. Смотрите, когда я включил это на компе, смотрите, что я заметил. Я вспомнил, что, блядь, в машине есть зеркало, зеркало я отвернул от себя, получается, когда ты едешь за рулем, зеркало вот так, да, повернуто, я не знаю, ну, вы поняли, да, оно повернуто, как бы тебе в лоб, блядь, чтобы ты видел, что сзади. Я, когда езжу с камерой, я зеркало отворачиваю в другую сторону, чтобы я немного мог что-то видеть, но чтобы меня в камере особо не было видно, чтобы вы на мой ебальник такой вот не смотрели, как я руль кручу, блядь. Я на компьютере пересматриваю всю эту хуйню, и что я вижу, я приближаю в зеркало, замедляю видео, сейчас вы все это увидите. И я вижу, что это, блядь, БМВ вообще не по моей полосе ехало, смотрите, как все было. Он просто изначально видно в зеркале, как он едет, выезжает за мной, после этого видно его левый бок, левый бок, как я могу увидеть бок машины, хоть бы я вот так вот бы крутился, если машина едет ровно за мной по моей полосе. Я никаким образом не могу увидеть ее бочину, понимаете? Ну вот сами представьте, если машина едет ровно, как бы ты впереди нее, блядь, вот там не юзал, ты будешь видеть ее морду. А если машина едет боком, сзади едущей, тогда ты будешь видеть ее бок. И вот посмотрите, четко видно, как она уходит в правую полосу, в правую, я не знаю в какую из них, но в правые полосы она уходит. Да ебаная сигнализация, блядь. Вообще пропадает из виду зеркало, несмотря на то, что зеркало повернуто, и оно видит правую сторону. Машина пропадает, это BMW пропадает из зеркала, и вообще сзади меня нахуй нет, она вообще сзади меня не ехала. Удар из ниоткуда, понимаете? Понимаете, вы понимаете, что удар не сзади произошел, моя машина уже ехала практически ровно, а удар сбоку. Именно поэтому удар произошел не в жопу, а в бок, потому что она, блядь, ехала боком и въебалась мне в бочину, когда я уже выровнялся. Это видно, блядь, в зеркале, сука, невооруженным глазом. Ну, я думаю, если кто-то хоть, ну, если у кого-то есть другое мнение, кто видит, возможно, эту ситуацию по-другому, пишите свое мнение в комментарии. Вот реально, прям вот обязательно пишите. Только, блядь, без хуйни, блядь, там, о, ты долбой, кто, это. Реально, у кого есть субъективное свое мнение, нормально, он нормально может его выразить, напишите его в комментарии, мне очень интересно будет почитать. Мне интересно чужое мнение. Потом я еще раз пересматриваю видео и я вижу, сейчас я вам тоже в моменты покажу, в момент удара я поворачиваюсь, потому что я вообще, я не понял, естественно, в кого я въебался. Я сначала подумал, вообще в бордюр куда-то въебался, но я не понял, как. Я поворачиваюсь и вижу, ну, тогда я ничего не видел. Но сейчас, когда я повернулся головой вот так вот назад, видно, что BMW едет боком. Понимаете? Видно в этот момент ее уже правый бок. Как, если бы машина стояла ровно в полосе, смотрите, как бы, это, как, как говорят, как все было. Что он ехал за мной, я вилял по полосам и я въебался в него и меня развернуло. Если машина ровно бьет меня, вот так, да, я вот еду боком, смотрите, он меня вот так бьет, я разворачиваюсь, в этот момент я на него смотрю. Вот так, типа, я бы увидел что? Я бы увидел его морду, а я вижу его бок. Не просто чуть-чуть, блядь, не просто там как-то вот так вот, блядь, прям чистый, блядь, бок, бочину его. После чего я вижу, как она становится ровно, паркуется, да, ровно, и остается, грубо говоря, в полосе. Немного выехав в левую, конечно, но если бы он ударил меня ровно, как бы он выехал бы в левую, блядь, то же, да? Вопрос. Это мое сейчас мнение. В итоге я делаю, ну, я понимаю, что человек просто увидел, что я еду боком, захотел тоже исполнить на мокром асфальте на своей BMW, но не удержал ее и въебался в меня. Я не знаю, боком, блядь, задом, как он хуярил, но это он меня, я думаю, вы все видите, блядь, прекрасно это, блядь, на своих экранах, как он въебался в меня сам, блядь. Пишали, спорили, блядь, там, что только не было, вот так вот, блядь, туда-сюда, да, ты, да, я, да, кто-то там, да, алло-малло, там все на телефонах, на трубках висят. Пока мы стояли, короче, блядь, стоим такие, говорим, блядь, как бы, блядь, так вот, мы стоим кругом с пацанами, как бы, блядь, вот этой BMW никто бы в жопу не заехал. Потому что я не знаю, блядь, водители какие-то долбоебы, которые едут, едет поток, видят впереди авария, знаки стоят, и у меня знак, и у BMW знак, аварийки везде, блядь. BMW не черная, она белая, блядь, включены габариты ебучие, включены аварийки. В BMW просто въебывается Тиана, блядь, входом. Это пиздец, посмотрите, что произошло, блядь. Это просто пиздец, блядь, я в аху, блядь. Что за день, блядь? Просто бьет ее в жопу, мы все в аху. И за рулем был бухой тип. Просто в хлам бухой, он даже не вышел с машины, блядь. Он просто, он просто охуел с ним разговариваешь, он, а, чё, кто, блядь, кто нахуй, чё, вы чё, блядь, меня задом припарковали. Просто в хламину бухой тип, въебасов эту BMW. Просто это, это был просто пиздец, я не знаю, как так могло произойти. Это просто, блядь, день неудач какой-то нахуй был. Вот, особенно для хозяева BMW, все в аху, я вам говорю, просто все вот так смотрят, типа, ёб твою мать, что произошло, блядь. Ну, в общем, приезжают мусора, этого типа оформляют по синьке, там, ебать им вообще пизда. Оформляют ДТП, я спрашиваю, типа, у гаишников, ну, кто вообще виноват, кто, чё, чё вы вообще скажете, как бы, ну, подскажите, чё вы скажете. Да, говорит, хуй знает в таких ситуациях, когда тот не признает свою вину, тот не признает свою вину, отдают дело как бы дознавателю. Дознаватель проводит проверки, ну, вообще, как, да, должно быть, спорная ситуация. Он должен провести проверку, экспертизы, блядь, всю хуйню. Говорит, тебя вызовет дознаватель, и, ну, он и решит, блядь, всё. Я такой, ну, хуй с ним, у меня есть видео, хуй, мне бояться нечего. Вызывает меня вот на днях к дознавателю. Я прихожу, я захожу, такой, здрасте, здрасте, приходит вторая сторона, здрасте, здрасте. И какая хуйня получается, блядь. Он говорит, скинь мне видео на e-mail, я скидываю видео на e-mail, он включает на большом мониторе компьютерном. Как бы, смотрите, как бы человек, который независимый, да, ну, получается, независимый, он не на моей стороне, не на иной стороне, по идее. Он должен выслушать одну сторону, выслушать другую сторону, блядь, что у кого там, где произошло, вот, и вынести решение. А если ему тоже непонятно, он должен сделать экспертизы. Ну, в общем, сами понимаете, как это все должно быть. Просто первое, что он мне говорит, это, а в каком месте БМВ виновата, блядь. Я такой сижу, я такой в голове у себя думаю, блядь, а я что, сказал, что БМВ виновата, блядь? Я что, пришел и сказал, они нахуй виноваты, блядь, я хороший такой. И это первый был удар, и я понимаю, что они хотят меня загасить. То, что это все, вот, это все, вот, это сам молеком, нихуя себе. И я понимаю, что если он первый удар пошел на меня, они хотят меня загасить. Я это понимаю уже, блядь, на психологическом, блядь, ну, я вижу, что он, блядь, он идет против меня. Он не спрашивает, что было в той машине, как вел себя тот водитель, вообще все молчали, нахуй. Он просто посмотрел видео вот так, где, нахуй, БМВ виновата. Я такой, ну, я промолчал. Он смотрит еще раз. Вообще, он вообще не понимает, где это все происходит. Говорит, ты, говорит, должен был, выезжая из прилегающей территории, въехать в правую полосу. Хуй ли ты уехал на левую? Я говорю, какой привлекающийся? Я говорю, блядь, это светофор, регулируемый перекресток. Я стоял в левой полосе, и я выехал в свою полосу, блядь. Какая, нахуй, правая полоса? Все, понял, ебать, блядь. Охуительные у нас дознаватели даже не понимают, блядь, не видят, что, блядь, вокруг миллиард машин. Хуйня, блядь. Что дальше происходит, блядь? Где, говорит, виновата BMW? Я говорю, блядь, ну, машина у меня уже выровняла. И после этого у меня происходит удар в зад. Открывают фотографии, которые гаишники фоткали, как бы у него все есть. Где, говорит, удар в зад? Удар, говорит, в бок. Я говорю, какая разница, блядь? Я ехал в своей полосе, и меня догнали сзади, блядь. Я не тормозил, ничего не делал. Он говорит, это хуйня все, говорит. Ты, говорит, боком хуярил. Ты, говорит, превысил скоростной режим. Я куйноху скоростной режим. Он открывает мне книжку. Ну, по факту так-то, возможно, и есть. Не учел, типа, дорожное покрытие. Из-за этого, типа, превысил скорость. Чем, блядь, вызвал снос задней оси. Ну, в общем, такая хуйня есть, да, базару нет. Но машина-то уже была ровная. Он говорит, нихуя, говорит. Я, блядь, видео, я говорю, вот уже руль почти ровный, блядь. Он говорит, нихуя ты его, говорит, еще крутишь. Я говорю, вот он ровный. И я спорил с ним никак, с человеком из органов. Никак, блядь, с полицейским, который мне должен по закону разъяснить все. Я спорил, как с каким-то кинтом своим, я не знаю. Есть же, вот, например, ты знаешь, блядь, ты знаешь, например, что в четырке 81 лошадиная сила. А твой друг, долбоеб, говорит тебе, что там, блядь, 85 лошадиная сила. Ну, по паспорту. И вы вот так вот, как два дебила. Дебил 81, нахуй, я лучше знаю. А он тебе говорит, дебил 85, я лучше знаю. Вот, вот, я могу это с этим сравнить, как мы спорили. Мы спорили никак, я спорил не как с полицейским, там, каким-то дознавателем. А как, блядь, с каким-то пацаном. Я говорю, смотри, вот, говорю, руль, блядь, я уже почти выровнял, блядь. Я по факту говорю, он просто не хочет это видеть. Он мне этого не видит, он не хочет его видеть. Потому что ему нужно меня въебать. И он говорит, нихуя, блядь. Это чисто сейчас, я говорю, свое мнение, все, что я видел. Возможно, я мог и ошибся, но я видел всю эту картину так. Нихуя, говорит, блядь, монитор тыкает, ты еще, говорит, в заносе. Я говорю, вот, говорю, блядь, я ровно в полосе уже. Он говорит, нихуя, говорит, это твоя голова ровно в полосе. А машина, говорит, идет боком. Короче, пиздец там сказки, блядь. Рисует, рассказывает сказки, ебать мой, хуй там все. Я говорю, смотри, у меня есть такое видео. Приближаю ему в зеркало, блядь, ну, показываю видео, приближенное в зеркало. я вот бля я вижу бмв в своей полосе после я вижу пол машины как я мог увидеть бог машины которые едет ровно основной он такое воду люб Hijаки очень любит зеркалей никого нету и происходит удар дед которая знает только эту программу когда ты туда жеркало на тебя повернута я говорю нихуя говорю в этот момент я зеркало повернул в ту сторону как бы она видит правую сторону сделок не или вы больше оправдали правую задний фортепот такой родиле хуйня она группа там японова сама битвы бэйвэ занесло чё услышал это как бы не знаю бля я я это бля когда я приходил домой бухой у него было эту лучшую отмазался бэйвэй говорит чтобы блядь занесло нужно постараться чтобы занесло бмв нужно постараться как так вы можете сказать чтобы занесло бмв можно ёбаный в рот чтобы блять семерку занеси тоже нужно постараться блять ясен хуй что он там он блять нажал газ в пол на столичка на два сантиметрика блять и байбат развернула там ни хуя себе блять естественно что тоже решил по хасане так же как и я но блять не удержал машину что в общем я слышу чтобы блять занесло бмв нужно постараться там поебаться вся эта хуйня короче я понимаю что спорить вообще бесполезно вот просто наибесполезнейшая хуйня вот я понимаю что я ему яму снаружи камеру покажу он скажет эта камера блять крутилась нахуй и все без какой-либо хуйни он говорит все говорит идите в коридор я горит выношу как это называется постановление решения блять вы поняли короче вы горит расписывайтесь а потом хотите обжаловать вот так вообще без разборок без экспертиза делаю для себя вывод что но в этот момент не спорить нихуя нет смысла я пишу блять в листочек не согласен нихуя там расписываюсь все после чего я там звоню алё малетом звоню друзьям нахожу юриста хорошего сейчас я через юриста буду подавать в суд оспаривать да я дал боком для дарят андрефтану я сделал реально кто поспорит что я сделал это неаккуратно кто блять скажет что я там блять вот так вот нахуй все делал я сделал это аккуратно кто поспорит что блять он боком тоже не дал бле я не знаю дал специально нечаянно блять но он боком въехал мой блок морды если у вас есть какое-то свое мнение напишите это браться в комментариях обязательно я блять все прочитаю всех выслушаю. Но вот такая вот история, как бабки решают все. По-человечески подошел. Они сами предложили обоюдно. Пиздеть не буду. Они сами предложили обоюдно. Сделать все обоюдно. Я ходил спокойно. Мне похуй на семерку. Обоюдно мне бы не выплатила их страховка за семерку. Смотрите, у БМВ есть каска. Каска выплачивает им ремонт. И так как у меня нет страховки, каска подает на меня в суд. И я должен выплачивать весь ущерб каскам. Я должен выплатить весь ущерб. Но когда они поедут на осмотр, я думаю, все вы знаете, как на осмотре, блядь, смотрят машины. Каждый болтик, каждое крепление, даже если что-то целое, блядь. Большинство защиты учитают, просто нужно немного, блядь, попросить этого человека, который смотрит. Я, блядь, уже забыл, как они все называются. В общем, вы поняли, да? Капот, 100% подзамен, потому что он там алюминиевый какой-то. Решетки эти на остре, блядь, там, конечно, что-то мутят, блядь, плюс бампер, плюс там парктроники по-любому, всякая хуйня. Это что я веду только снаружи. Когда снимаешь внутри, там усилители бампера, по-любому там напишут какой-нибудь телевизор, по-любому крепфары, блядь, потому что типа крепления фар там сорвались. В общем, вы сами понимаете. В общем, блядь, за адвоката нужно платить 20-ку. Это только вот, чтобы сейчас написать жалобу туда-туда, подать в суд. Тут нужна нам адвоката, короче, блядь, 20-ка. Плюс там будут всякие экспертизы, хуизы, все это хуйня будет. Это тоже, блядь, бабки нужны. Сука, вот я только научился жить, не таксуя. Я вот только научился жить, снимая, блядь, видосы. И, сука, сейчас, похоже, опять придется возвращаться в ебаный такси. Всяких, блядь, алкаши возить, сука, по вечерам. Вот. И вот после сторисов, после там, ну, я в сторис тоже все укладывал, некоторое количество людей, подписчиков моих, предлагают помощь, говорят, напиши карту, там, давайте все скинемся, поможем, чем сможем, братцы. Сейчас реально мне нужна такая помощь, блядь. Я не прошу ни у кого там последние деньги. Если вот у вас есть 100 рублей, не надо ничего скидывать, блядь. Просто, ну, у кого есть вариант скинуть полтос там, блядь, у кого есть вариант скинуть там 10 рублей, у кого есть вариант скинуть рубль, вообще без разницы. Просто вот, просто вот у кого есть желание реально, блядь, помочь какой-либо копейкой, блядь, это лишний будет на самом деле. Так что, братцы, нужно немного, у меня есть 10 дней, нужно немного, братцы, подсобирать на адвоката и хотел сказать, что если кто-то скидывает от 1000 рублей, понимаете, у меня реклама в инстаграме стоит немного дороже, как бы так значительно, чуть ли не в два раза, но кто скидывает 1000 рублей и больше, например, особо щедрый, пишет свой инстаграм в этом и автоматически покупают, грубо говоря, рекламу, просто вот скидывайте на Сбербанк, ну, все карты будут в описании Сони, скидывайте на Сбербанк, если вы скидываете от 1000 рублей, получайте рекомендацию от меня в вашей странице, грубо говоря, за 1000 рублей, ну, или сколько в этом скидывайте Грубо говоря, от 1000 рублей, братцы, я вам делаю рекламу, чтобы как бы тоже не было, чтобы, блядь, вы мне там просто так кидаете, потому что, ну, когда я в прошлый раз делал, многие кидают по рублю, по 10 рублей, там по 50 некоторые, я не могу всех выкладывать в инстаграме, всех не могу успеть заскринить, я, ну, решил сделать так Особо от щедрых, конечно, там, например, кто-то больше 500, тоже скрины буду, конечно, кидать, буду выражать вам благодарность, братцы, большую, стрёмная хуйня на самом деле, ну, блядь, куда деваться, хуй его знает, в такую вот ситуацию попал, если бы я был виноват, я бы вообще, нахуй, мне бы стыдно было даже в видео это выкладывать, если бы я был реально, если бы я считал себя виноватым на 100%, я бы это видео даже, блядь, не выкладывал, ничего бы не просил, я бы нахуй, вообще бы, я бы даже перестал бы гонять, я бы продал нахуй эту семерку, просто вот я бы сам в себе бы разочаровался, блядь, и пиздец просто, понимаете? Я хочу судиться на хорошего адвоката, естественно, нужны бабки, да, не буду вам это всю хуйню рассказывать, не прошу никого последние деньги, у кого кто-то на что-то копит, не надо браться, вот просто, вот если есть, да, свободная копейка какая-то, блядь, ну, свободно, вот реально, если есть желание браться, я не, я буду рад только, блядь, вот, так что вот такой вот был, братцы, видос, когда это все закончится, сниму еще раз видос с концовкой, чем это все закончилось, вы все увидите, если честно, есть вариант продать семерку, оплатить адвокатов, там экспертизы, всякую хуйню, она меня вообще сейчас сломала, знаете, да? Ну, честно, я, блядь, я не хочу настолько опускать руки, то, что, блядь, попал в какую-то ситуацию, все продал, а потом в итоге остался без ничего и такой, будешь сидеть, типа, блядь, пиздец, сначала, просто вот если есть вариант, давайте, братцы, все вместе, если хотите, продолжение, блядь, жизни семерки, как она будет жить в моих руках, как она будет охуевать, как мы все вместе с вами будем охуевать, давайте, братцы, попробуем, добьем немного. Такой вот, братцы, видос, получился такая вот ситуация. Это мелочи, я не ною, не говорю, что я въебался в такую жизненную ситуацию, конец жизни, там, пиздец, но мелочи, конечно, это через год все забудется. Честно, чисто из принципа не хочется проигрывать людям. Бля, короче, на одной камере, она перегрелась, что-то ей пизда, блядь, она как семерка уже. Давайте сейчас с вами попрощаюсь. Я не договорил, проиграю, братцы, так проиграю, похуй. Просто я считаю, нужно попробовать. Я сомневался, меня поддержали мои друзья, сказали, блядь, давай, ебашь, похуй. Попробовать нужно. Я и так сам посидел, подумал, похуй, попробовать можно. Все, что думаете, блядь, за меня, против меня, блядь. Заслужил я, может, тоже это, блядь. Как вы считаете? Пишите в комментариях, братцы, всех прочту. Постараюсь на интересные комментарии ответить. Давайте увидимся в следующем видео. Давайте я что-то решил делать семерку, дальше буду. Наша сломанная сейчас стоит, починю ее и буду дальше чуть-почуть пытаться, там, Хасане что-то пробовать, блядь. В общем, давайте, братцы, буду держать вас в курсе, подписывайтесь по ссылке в описании, подписывайтесь на инстаграм, в сторисах я держу в курсе подписчиков о ситуации. Ну, когда меня кто-то взывает, когда я куда-то еду, я буду держать вас в курсе. Так что, братцы, давайте, не болейте, не попадайте. В подобной ситуации, Хасанте, аккуратно. Давайте. Разошлись мы, разъехались, оформили нас с 3 часов дня до полдвенадцатого, блядь, с кайфом, уверенно. Простоял на встречной полосине, моя себе, блядь. Так что, такая вот хуйня, не гоняйте, пацаны, вы матерям еще нужны. Блядь, без тонера теперь еду, блядь. И вад зато все видно, нахуй. С кайфом. Блядь, короче, до ДТП у меня замкнул дальний свет. Вот, и вообще у меня замкнуло, я хуйня, стучал, пил, блядь, не знал, что делать. Короче, горел один дальний свет, все, ближний не включался, просто одна фара дальнего света горела. А сейчас, блядь, после удара, горит, блядь, два ближних, все нормально, и дальний моргает, еще плюс, блядь. Ёбаный симак, блядь, его надо въебать, чтобы, блядь, электроника заработала. Зато задние лампочки там ваху, и они, блядь, разбились, хуйня, плацун. Ты их снимаешь уже? Почему так страшно? Ой, не, 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 еще не надо, пожалуйста. Да ну все, 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 пожалуйста. Еще. Скайф.